Еще раз всем добрый день. Меня зовут Вячеслав, я являюсь руководителем компании Global Intellect Service. И у нас с вами ежемесячное онлайн мероприятие, вебинар. Мы с вами каждый месяц подводим итоги предыдущего месяца. Сегодня у нас с вами 11 января 2022 года. Это говорит о том, что мы с вами будем сегодня подводить итоги декабря. И у нас с вами это первый вебинар, первые итоги в этом году. И пользусь случаем хочу вас всех поздравить с Новым годом, с новым 2022 годом. И 2021 год был для нас очень результативным. Мы с вами сегодня об этом тоже поговорим. И я надеюсь и желаю всем, чтобы 2022 год был годом прорывов во всех абсолютно сферах вашей жизни. Не только финансовых, но если мы возьмем вот это колесо жизненного баланса, там есть очень много сфер, которые тоже важны. И я желаю, чтобы у вас в этом году был прорыв и было развитие по всем абсолютно сферам вашего жизненного баланса. Значит, и давайте начинать. Итоги декабря. Значит, ну и по традиции мы с вами наше мероприятие, скажем так, разобьем на две части. Обычно на вебинарах, на итогах мы говорим о том, что было в прошлом месяце, подводим итоги. Значит, мы говорим о том, чем компания сейчас занимается в данный момент, какие у нас планы, задачи. Это такая очень важная точка синхронизации тоже. И также мы на этих вебинарах мы поздравляем отличившихся партнеров, которые сделали самые-самые большие результаты в предыдущем месяце. Мы тоже в этом сегодня их поздравим. Но начнем с того, что… Давайте еще раз вспомним, что у нас было в декабре. На мой взгляд, самое-самое важное событие, которое было у нас в декабре, это то, что мы с вами достигли цели, которые мы перед собой ставили в начале года. Это 20 миллионов скачиваний нашего приложения UDS App. И я еще раз хочу напомнить тем, кто, может быть, забыл или не знает, или кто-то к нам совсем недавно присоединился. В начале 2021 года мы поставили перед собой цель. То есть каждый год мы ставим перед собой… То есть каждый год мы определяем вектор развития на целый год. И мы, как правило, ставим какие-то количественные для себя цели, показатели, которых нам хотелось бы добиться в этом году. В начале 2021 года мы говорили о том, что для нас очень важно потянуть количество скачиваний. Нам очень важно, чтобы у нас была большая аудитория, большая аудитория пользователей нашего продукта. И на начало 2021 года у нас было порядка 10 миллионов. Если взять январь, самое-самое начало месяца, было около 10 миллионов скачиваний. И когда мы с вами собрались на итоге года, в феврале 2021 года, мы тогда говорили, что у нас порядка 11 миллионов скачиваний нашего приложения. И мы тогда сказали, что было бы хорошо увеличиться в два раза, то есть сделать X2. И это была на тот момент очень амбициозная цель. Почему? Потому что в предыдущие годы самый большой результат по скачиванию мы делали где-то максимум за год. Мы прирастали на 3 миллиона 600. Это был самый высокий показатель. И в 2021 году мы, несмотря на вот эту всю обстановку, несмотря на ограничения, пандемии и так далее, мы решили, что мы хотим увеличиться в два раза. То есть это была очень амбициозная цель. И к концу года мы сказали, что нам нужно 20 миллионов. И знаете, вот это символично, но в самом-самом конце декабря, практически в последнюю неделю, когда мы делали уже такой финальный подсчет всех платформ, значит, мы увидели то, что мы превысили эту планку и достигли цели 20 миллионов пользователей. Значит, и для меня это еще раз такое, скажем так, еще раз подтверждение тому, что на самом деле, вот, ну, для нас нет абсолютно никаких невыполнимых задач, если мы фокусируемся на какой-то определенной цели. То есть там, где фокус, там и энергия. Если мы фокусируемся на какой-то определенной задачи, то и делаем постоянные действия на пути к ней, то вода камень точит, и мы так или иначе, рано или поздно, к этому результату приходим. И там, где наше внимание, там, где фокус, там и энергия, там происходят результаты. И еще раз скажу, что вот увеличиться в два раза, это была очень амбициозная цель. И это говорит о том, что мы на 2022 год должны, можем и должны с вами ставить тоже очень амбициозные задачи уже в каком-то другом направлении. То есть мы для себя в этом году выбрали другое направление, в котором мы хотим очень хорошо развиваться и хотим потянуть количественные результаты. Это говорит о том, что мы можем смело выбирать хорошие показатели, количественные, и, значит, вот над этим показателем работать. Значит, весь 2021 год мы были сфокусированы на скачиваниях. У нас каждую неделю в офисе было собрание со всеми топ-менеджерами компании. Каждый понедельник мы собирались, мы прописывали задачи, у нас был документ, задачи распределяли, кто чем должен заниматься, и постоянно вот это держать руку на пульсе, сколько у нас скачиваний, проверять, тестить различные гипотезы и так далее. И вот это вот все привело к тому, что мы эту цель достигли. То есть еще раз, это постоянное фокусирование, то есть никаких сомнений, то, что у нас это будет, постоянное фокусирование на цели и ежедневные действия. Каждый день степ-бай степ, просто каждый день передвигать ноги в направлении этого результата. Еще раз, ребята, это говорит о том, что в этой жизни абсолютно все подчиняется нашей энергии. То есть абсолютно все происходит в нашей жизни тогда, когда мы на чем-то сфокусируем, тогда, когда мы не сворачиваем назад, тогда, когда мы, скажем так, топим в одну цель, смотрим в одном направлении и каждый день что-то, что-то делаем. И еще раз повторюсь, что для нас, для меня и для нас с вами, для сообщества, это напоминание, что никаких, то есть для нас нет абсолютно никаких невыполнимых целей, задач и так далее. Нам важно сфокусироваться на задаче и каждый день к ней идти. Значит, 20 миллионов, и я хочу вас всех поздравить, мы с вами в Крупусе будем праздновать наш с вами успех, потому что 20 миллионов – это очень-очень большая цифра, это огромнейшая цифра. Мы с вами помним, что уже, если взять экономически активное население страны, ну, возьмем Российскую Федерацию, то мы с вами порядка 20% покрываем население, то есть порядка, ну, можно сказать, что в каждом пятом телефоне в стране стоит наше приложение. Это очень большой результат, и понятно, что этот результат он очень скоро будет давать, то есть мы будем видеть, скажем так, результаты вот этого количества скачений, 20 миллионов, очень-очень быстро. Идем дальше. Что еще у нас было в декабре, что можно еще отметить, это то, что у нас появилась реклама на телевидении, мы тоже об этом говорили, о том, что было бы неплохо, о том, что нам нужно тоже, скажем так, может быть, как гипотезу это для себя взять и делать. И в декабре мы запустили рекламу, значит, ну, во-первых, мы сделали хорошие, красивые ролики, профессиональные ролики, значит, и начали, скажем так, ну, тестировать гипотезу, как вообще, какой будет результат, если мы будем размещаться на телевидении. Значит, для нас еще раз, это пока что тест гипотезы, мы пока просто проверяем, и, значит, по декабрю могу сказать, что реклама на телевидении, она не такая эффективная, то есть это не тот результат, который мы хотели, но мы получаем другой результат, то есть это очень хорошая такая поддержка сообщества. То есть мы понимаем, насколько важно партнерам, когда тот продукт, которым вы занимаетесь, еще идет реклама по телевидению, то есть это еще один, скажем так, еще одно усиление вам для переговоров, для продаж, вот, и более того, даже, ну, когда я там, например, знакомлюсь с кем-то, общаюсь, и когда я говорю то, что у нас продукт, мы им занимаемся 7 лет, значит, у нас уже продукт участвует в федеральных программах, государство субсидирует его покупку, у нас уже есть реклама на телевидении и так далее, это очень сильно добавляет весу. Я понимаю, что мы в компании, в администрации понимаем, что делая вот эту рекламу, мы, может быть, не получаем тех бенефитов, то есть скачиваний и так далее, вот, но мы понимаем, что мы, скажем так, как поддержка с воздуха для нашего партнерского сообщества, помогаем вам быть более эффективными в продвижении продукта. Значит, в декабре у нас была реклама на телевидении, мы пробовали регион Тюмень, значит, и дальше мы будем продолжать тоже каждый месяц, мы будем брать какой-то новый регион и там будем делать рекламу. Значит, в январе у нас стартует реклама в Перми, это будет Пермь, и, значит, там у нас 5 каналов, насколько я помню, это Домашний, Пятница, ТВ3, Пятый канал, еще что-то, значит, 5 каналов, в Перми будет реклама в январе. Значит, в январе мы это сделаем, то есть она вот уже скоро запускается реклама, и в феврале мы потом будем выбирать тоже следующий регион, и в следующем регионе тоже будем делать рекламную кампанию. Таким образом, наша задача покрыть самые активные, пока что самые активные регионы, там, где у нас есть большое количество клиентов, там, где есть партнеры, там, где есть пользователи, работаем по принципу усиливать сильные, то есть берем сильные регионы и их усиливаем. Пока таким образом для себя мы выбрали, будем так делать. Затем, что еще нужно отметить, то, что у нас в январе, то есть мы с вами начали активно, то есть в январе у нас будут форумы, значит, ближайшие на этой неделе уже у нас форумы 15-16 в Краснодаре, также у нас 15-16 форум в Москве, затем 22-23 января это форумы в Самаре, форум в Самаре и 27-го в Перми. Я не знаю, возможно, что это те форумы, которые заявили в компанию организаторы, возможно, что где-то еще какие-то форумы будут проводиться. Если вы в самом регионе планируете провести форум, то, пожалуйста, в компанию заявите, чтобы мы знали, чтобы мы официально на канале тоже о вашем форуме сообщили. Что такое форумы? Форумы – это еще раз возможность привести туда своих клиентов, потенциальных партнеров для того, чтобы они, скажем так, от самых-самых эффективных партнеров получили презентацию нашего продукта и презентацию нашего бизнеса. Ну и сейчас мы с вами, этот весь месяц, мы с вами активно работаем на мероприятия на Крокус, на итоги года. Значит, сейчас вся абсолютно ваша энергия, она должна быть фокусирована на мероприятии итоги года. Итоги года 6-7 февраля в Крокус Сити Холл, Москва – это самое главное событие компании в году, то есть самое важное событие. Еще раз, у нас есть много различных мероприятий от компании, но самое важное, которое мы всегда отмечаем, это даже не день рождения компании, это именно итоги года. И в этом году, 6-7 февраля, мы с вами будем на сцене праздновать наш успех, мы будем отмечать вот эту цель, достигнутую 20 миллионов пользователей, и это будет два дня очень классного, очень мощного мероприятия. И мы уже об этом говорили, я, по-моему, в прошлый раз тоже на прошлых итогах говорил об этом, то что мы для себя определили, что 2022 год для нас будет годом партнера. То есть у нас был, мы делали год продукта, мы делали год клиента, мы делали год пользователя. Прошлый год это был год пользователя, то есть тогда, когда мы работали над тем, чтобы у нас было больше пользователей, чтобы они были активнее и так далее. И мы для себя решили, что 2022 год у нас должен быть годом партнера. Это говорит о том, что у нас будут новые поставленные цели на 2022 год. То есть мы будем, понятно, что мы будем фокусироваться и на клиентах, и на пользователях, и так далее, но весь фокус в 2022 году мы сделаем на партнерах. То есть мы будем работать над тем, чтобы наше партнерское сообщество росло, чтобы увеличилось количество партнеров, чтобы увеличилось, скажем так, качество этого сообщества, чтобы сообщество развивалось. И вот весь 2022 год мы инвестируем огромное количество внимания, энергии, ресурсов вот именно в эти задачи. Мы с вами вместе на итогах поставим количественную цель по партнерам. То есть мы с вами должны будем определить, какое количество партнеров, какой отметки мы должны с вами к концу года подойти. И будем над этой цифрой работать. Вот у нас сегодня 11 января, то есть по сути были все это время праздники, а у нас уже прошло несколько совещаний с департаментом масштабирования, с администрацией компании. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы запуститься. То есть сейчас прорабатывается стратегия на 2022 год и, исходя из стратегии, какие-то определенные уже тактические действия. То есть мы уже разработали определенные тактические действия, что нужно будет делать в этом году, что должна сделать компания, что должно сделать партнерское сообщество для того, чтобы мы в этом году очень хорошо выросли. То есть 2022 год будет годом очень большого роста нашего партнерского сообщества. Причем я думаю, что у вас не должно абсолютно быть сомнений в том, что я говорю, потому что когда мы что-то говорим, мы на это фокусируемся и делаем ежедневные действия, то мы к этому результату приходим. То есть мы с вами вот 2021 год, мы так шли, и 2021 год, мы наглядно видим, что цели поставлены и цели достигнуты. То же самое будет в 2022 году. Вопрос только в том, какую планку мы себе возьмем, и к этой планке будем с вами вести двигаться. Мы об этом, обо всем с вами будем говорить на итогах года. Еще раз 6-7 февраля в Крокус Сити Холл. И это говорит о том, что сейчас, ребята, самое важное, на что нужно сфокусироваться, это как раз-таки работа на мероприятиях. Это самое важное, еще раз, событие и самый важный инструмент. Значит, вот мы вчера собирались в департаменте масштабирования, и лидеры, ну, каждый как бы рассказывал свой опыт, и я там слышал истории, когда, ну, за всю историю работы в компании, партнеры, те гостей, которых они приглашали, у них очень высокая конверсия. То есть все гости, которые приедут на мероприятие, это очень высокая конверсия того, что они станут либо клиентами, либо партнерами. В большинстве случаев становится и то, и другое. То есть человек становится и клиентом, и партнером. Наше мероприятие – это самый мощный инструмент для развития вашего бизнеса. Я не знаю мощнее инструментов в бизнесе. Я работаю в партнерских программах уже 15 лет, и когда меня спрашивают, какой самый мощный инструмент в бизнесе, я всегда говорю, что это мероприятие. Нет ничего более мощнее. Почему? Потому что я уже тоже об этом говорил, что вот за 15 лет работы, если посмотреть на то, как здесь в бизнесе вырастают лидеры, а наша с вами задача, по сути, это в нашей команде – воспитать лидеров. То есть воспитать тех людей, которые работают без нас, то есть которые работают уже лучше, чем мы. То есть которым не нужны, то есть не нужна никакая мотивация. То есть это те лидеры, которые идут уже там, неважно, есть вы в бизнесе, нет вашего. То есть они для себя внутренне выбирают, что это их бизнес. И вот такие вот решения, они происходят как раз-таки на таких больших массовых мероприятиях. Почему? Потому что там есть огромное количество информации для того, чтобы для себя принять решение, для того, чтобы ответить на свои самые, не знаю, самые такие внутренние, может быть, неосознаваемые вопросы. Иногда бывает так, что человек, у него есть возражение, но он даже это возражение не осознает, потому что оно какое-то, то есть он его не понимает. И вот на мероприятиях происходит какая-то, я не знаю, химия, и человек слышит какую-то фразу, может быть, которую он от вас слышал уже там 10 раз, и вот он слышит то же самое, но от другого человека у него там что-то срабатывает. Поэтому вообще, если бы у меня спросили там самые-самые простые действия, что здесь нужно делать в этом бизнесе, в этом бизнесе нужно просто на мероприятиях привозить как можно больше людей. Вот это, наверное, самый главный навык, который здесь нужно в себе выработать. Может быть, это даже не навык презентации, не навык звонков, а вот именно навык приводить на мероприятия большое количество людей. Это тоже навык. И вот те люди, у которых этот навык отработан, те люди, у которых этот навык, они им пользуются, и те люди, которые приводят на мероприятия большое количество людей, в их бизнесе, как правило, всегда все хорошо, потому что в их бизнесе всегда появляются звезды, То есть в бизнесе работают лидеры. Поэтому это, наверное, самый главный навык, который нам надо будет, который надо в себе развивать. И, наверное, я сейчас подумал, что это тот навык, над которым нам нужно будет весь 2022 год работать. Точно. Вот у меня тоже сейчас инсайт, что нам нужно весь 2022 год в системе обучения сделать акцент на том, как на мероприятия привозить большое количество людей. То есть если бы мы с вами, каждый мог бы, например, я не знаю, в Крокус на это мероприятие, если бы, например, каждый приехал минимум 10 человек, 10 гостей, у каждого было бы 10 гостей. Поймите, что конверсия, она очень высокая. Конверсия, если человек даже не становится сам клиентом или партнером, то у него складывается правильное, позитивное понимание компании, и он может рекомендовать. Он все равно где-то кому-то расскажет. Он у него спросит, где ты был, он скажет, я был на презентации классной компании. Она реально крутая, но у меня там свое направление или еще что-то, или на данном этапе это не то, что пока мне нужно. Вот. Но так или иначе, он в любом случае будет об этом рассказывать или кого-то порекомендует. Есть много историй, когда люди с мероприятия делали рекомендации, которые были эффективными. Вот. Поэтому, ну, просто представьте себе, ну, просто представьте, что у вас в зале в Москве в Крокусе сидит 10 ваших гостей. Вот просто представьте. И вы же понимаете прекрасно, что из этих 10 гостей у вас будет, точно будут сделки, точно будут новые партнеры, точно будут новые клиенты. И, скорее всего, из этих партнеров зажгутся звезды. То есть появятся люди, которые внутренне примут решение, что это их бизнес. Вот возьмите сейчас весь лидерский состав компании, возьмите там департамент масштабирования бизнеса. Это те ребята, которые, не обязательно, что они пришли в бизнес с какими-то компетенциями, не обязательно, что они пришли в бизнес с какими-то навыками определенными и так далее. Они сегодня в лидерском составе, они сегодня, значит, топ состав компании, потому что когда-то они на внутреннем уровне приняли для себя решение, что они будут этим бизнесом на 100% заниматься. Вот мы этого ждем от наших гостей, наших партнеров, когда они приезжают на мероприятие. Поэтому это на самом деле, я не знаю, может быть, не самое важное, но один из самых важнейших точно навыков – это сделать так, чтобы на мероприятии у тебя было как можно больше гостей. И я уже рассказывал эту историю не раз, еще раз повторюсь, когда я только-только в бизнес пришел, и мне было 20 лет, и у нас было первое-первое мероприятие. Мне мой куратор сказал, ты сейчас, вот прямо сейчас остался месяц до мероприятия, ты должен превратиться в продавца билетов. То есть твоя работа – это просто продавать билеты. Ты можешь не делать презентации, ты можешь не делать встречи, но ты должен каждый день продавать билеты на мероприятие, потому что от тебя должно быть как можно больше гостей. Я тогда это не понял, но я этого не делал. От меня там, по-моему, один-два гостя пришло. Но когда я приехал на первое мероприятие, увидел, что есть ребята, у которых 5, 6, 7, 10 человек, и я увидел, что после мероприятия идут сделки, тогда я для себя точно понял, что мне нужно на следующем мероприятии активно сработать. И я не знаю, я, может быть, старой школы, нас так учили. То есть нас учили, что мероприятие – это самое важное, и это то, на что каждый абсолютный партнер должен максимально сработать. Поэтому, ребята, эти итоги года, вы должны понимать, что это для компании – это очень большое событие. То есть компания к этому готовится. И это нужно не столько компании, сколько нужно вам, потому что компания занимается разработкой продукта. Это задача компании – делать все лучше и лучше продукт. Но компания вкладывает много денег. То есть вы понимаете, что это мероприятие, оно очень масштабное, у него оно очень дорогое. И понятно, что компания вкладывает, инвестирует в это мероприятие большое количество денег. Инвестиция. И еще раз, это мероприятие, оно можно, можно сказать, не столько компании, сколько нужно вам. То есть компания делает для вас это событие как инструмент для того, чтобы ваш бизнес развивался как можно быстрее. Ну и понятно, что и бизнес-компания и так далее, но я к тому, что это инструмент, который компания для вас создает, и им нужно пользоваться. Потому что я не знаю еще компаний, которые бы делали такие хорошие, яркие события, вот именно такие инструменты. То есть разные компании делают события, все прекрасно понимают, что это нужно, это инструмент. Но вот такой инструмент на таком уровне сегодня вообще мало практически никто не делает. А мы делаем на таком уровне, то есть собрать самую лучшую концертную площадку страны России, СНГ. Мы ее берем на два дня, то есть она полностью наша, мы ее красиво украшаем. У нас будет большая шоу-программа, у нас там будет хедлайнер, мы там приглашаем, будет там Дима Билан. То есть вот это вот все, вот это все для того, чтобы создать для вас самый мощный, самый сильный инструмент. И это большой промах, если вы не будете этим пользоваться. Сейчас осталось меньше месяца, и сейчас вот вся абсолютная энергия должна быть на то, чтобы вот этот инструмент, вот этот большой молоток взять в руки и забить как можно больше гвоздей метафорически. То есть взять этот инструмент и сделать как можно большее количество сделок, создать в своем бизнесе как можно больше звезд. Еще раз послушайте истории самых-самых активных, эффективных партнеров. Они все говорят о том, что на мероприятии где-то у них созрело вот это вот решение. То есть он где-то на мероприятии принял решение, что он будет делать этот бизнес. Или люди принимают решение, что они на следующем мероприятии выйдут на сцену. То есть у нас там красивая сцена, у нас будет признание. И среди ваших потенциальных даже партнеров появятся люди, которые скажут, я хочу быть в этой компании и на следующий год я хочу выйти на эту сцену. Понимаете, то есть там очень много моментов, которые будут работать на ваш бизнес. Поэтому это еще раз большой промах с вашим, то есть большой профессиональный промах не использовать это мероприятие. Такие мероприятия мы проводим только раз в год. И оно вот-вот прямо сейчас. То есть осталось меньше, чем месяца. То есть три недели – это максимальный фокус. Вот все, кто на расстоянии вытянут руки, вот все, кто есть рядом, вы просто с ними работайте на то, чтобы они приехали на это мероприятие. У меня, когда я работал, у меня был самый лучший инструмент, который использовал я для себя и для своей команды. Я сам покупал большое количество билетов. И со своими лидерами я тоже разговаривал, чтобы они брали билеты, покупали билеты. И потом уже сами продавали. То есть когда я купил билеты, положил деньги, взял билеты, мне хочется быстрее самому эти билеты раздать, распродать, чтобы приехали от меня как можно больше гостей. Это самый, наверное, лучший инструмент, который я знаю. И вот вчера тоже на совещании с лидерами, те ребята, у которых больше всех продано билетов, это те люди, которые со своими командами договорились, что они берут, например, по 5 билетов. И каждый партнер берет по 5 билетов. И от него задача, чтобы от него приехало минимум 5 гостей. Вообще хорошая история – это 10 человек. Если вы на мероприятие привезете 10 человек, я вам гарантирую, что у вас будут сделки. Мы даже не говорим о том, что вы вернете затраты на это мероприятие. Я даже об этом не говорю, это не обсуждается. У вас точно будут сделки, у вас точно будут люди, которые загорятся идеи, люди, которые примут внутренние решения делать этот бизнес. Там будут в вашей команде люди, которые примут решение, что они на следующий год встанут на сцену, то есть добьются, сделают какие-то результаты и встанут на сцену к року Сити Холл. Поэтому еще раз, ребята, это большой профессиональный промах, недоработка, если вы не будете пользоваться этим инструментом. Этот инструмент мы делаем для вас и хотим, чтобы он максимально для вас сработал. Окей, и что мы еще должны сделать? Да, мы должны поздравить тех ребят, которые добились больших результатов в декабре. Начнем с того, что мы поздравим тех, кто двигался по карьерной лестнице. Начнем со статуса менеджера третьего уровня. В декабре менеджера третьего уровня мы поздравляем Юрий Попов, Киров, Михаил Кравцов, Тюмень, Олеся Мещерякова, Москва, Владимир Лисун, Санкт-Петербург, Лидия Кондратьева, Якутск, Архипов Александр Инна Петренко, Московская область, Ирина Бухлакова, Сургут, Аяру Табышкина, я надеюсь, правильно назвал, Сургут, Ольга Удовиченко, город Тюмень. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Сурена Хабаркова, Улан-Удэ, Валентин Штах, Нефтьюганск и Диана Рустамян, город Москва. И директор первого уровня в декабре, Валерия Летучева, город Тюмень, директор первого уровня. Валерия, мы вас поздравляем. Так, идем дальше. Дальше нам нужно отметить партнеров, которые активно работали с клиентами и с партнерами. Начнем с… Отметим партнеров, которые активно работали с клиентами. Значит, в декабре три клиента в первую линию. Дмитрий Кременов, Калининград, Анна Бурцева, Рязань, Руслан Рыкунов, Бишкек, Максатбек Сыдыков, Бишкек, Евгения Гудрахманова, Южно-Сахалинск. Идем дальше. Четыре клиента в декабре. Татьяна Фурсова, Самара, Павел Рубанович, Краснодар, Артем Бичинов, Иркутск, Максим Иоанна Маркисеева, Иркутск, Ерлан Турабеков и Крылгаш, Атем Шимкент и Иван Амельенчук, город Запорожье, Украина. Идем дальше. Пять клиентов в декабре. Лидия Кондратьева, город Якутск. Идем дальше. Шесть клиентов в декабре. Давид Авсипян, Омск и Олеся Титова, город Рязань. И абсолютный чемпион в декабре. Десять клиентов за декабрь. Максим Моисеев, Москва. И также мы должны отметить партнеров, которые активно работали с партнерской программой. И подключили. Начнем от двух партнеров первую линию в декабре. Денис Головин, Рязань. Ольга Махалова, город Омск. Денис Самофал, город Троицк. Вячеслав Новоселов, город Кемерово. Любовь Алабева, город Сургут. Ольга Шебецкая, Москва. Ольга Волхина, Севастополь. Вера Баскакова, Иркутск. Аяру Табышкина, Сургут. Полина Максимова, Сосновка. Олег Корчуганов, город Топки. Юлия Савинных, город Тобольск. Антон Зубов, город Тюмень. Сергей Юдин, город Омск. Елена Истегнеева, город Тюмень. Валентин Штах, город Нефтьюганск. Ольга Буянова, город Мытищи. Акбар Крипшин, город Тюмень. Павел Иванов, город Сургут. Идем дальше. Три партнера в первой линии в декабре. Денис Курганский, город Иркутск. И Иван Василенко, город Калининград. Затем четыре партнера в декабре в первую линию. Лидия Кондратьева, город Иркутск. И абсолютный чемпион. Шесть партнеров в декабре в первую линию. Вилет Виолетта Крынина, город Москва. И что нам еще нужно сделать? Нам нужно еще отметить гонку городов. Топ-10 городов по партнерской программе. Топ-10 городов по клиентской программе. Идем по клиентской программе. Топ-10. Десятое место Екатеринбург. Девятое Самара. Восьмое Омск. Седьмое Хабаровск. Шестое Пермь. Пятое Иркутск. Четвертое Улан-Удэ. Третье Тюмень. Второе Санкт-Петербург. И первое место город Москва. И по партнерской программе. Десятое место Севастополь. Девятое Сочи. Восьмое Сургут. Седьмое Калининград. Шестое Санкт-Петербург. Пятое Иркутск. Четвертое Пермь. Третье место город Омск. Второе место город Тюмень. И первое место город Москва. Это была гонка городов и территория. Ребята, которые активно работали по партнерской программе и по клиентской программе. Так, ну, вроде бы все это то, что нужно было сегодня сказать. Еще раз поздравляю всех со всеми праздниками. Значит, и поздравляю всех нас с 20 миллионами. Мы с вами это еще отметим на сцене Крокус City Hall. И, ребята, еще раз всем фокус сейчас активно работает на Крокус, на это мероприятие. Значит, и сделаю так, чтобы максимальное-максимальное количество гостей у вас приехало на наши с вами события. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего результатива января и до встречи на итогах года. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok